Привет, мои дорогие и любимые подписчики! С наступающим вас 2018 годом! У нас, наверное, в этом году это последняя распаковка, но в 2018, уверяю вас, ждет еще больше интересных, крутых товаров с Алиэкспресс. Не забывайте подписываться на мой канал, вот здесь. Буду рада видеть вас в своем инстаграме. Кстати, там я завела новую рубрику, называется «Луб дня». Загляните. Ну что ж, с наступающим вас Новым годом! Поехали! Я люблю шапочки, шляпы, беретки и все, что связано с головными уборами. И сейчас пополняю свою коллекцию. Смотрите, какая шапка ко мне приехала. Она выполнена из кашемира, очень приятная. И я прям обожаю серый мышиный цвет. Мне кажется, это универсальный цвет, который подойдет абсолютно под любую верхнюю одежду. Шапка выполнена, как я и говорила, из кашемира. Здесь 30% кашемира, 20% хлопка, 50% акрила. Ну, наполовину натуральный состав, это хорошо. Она очень теплая и достаточно плотная. Смотрите, внутри есть еще вот такая дополнительная подкладка, то есть точно ушки будут теплее и ничего задувать не будет. По размеру шапка идет в одном размере, но она достаточно неплохо тянется, поэтому можете даже не переживать, я думаю, она всем подойдет. Сидит она на голове очень комфортно, удобно, и так как это очень базовая модель, уверена, она подойдет многим. Ну и в целом она мне нравится, она классная, пушистая, теплая, и в ней точно не замерзнете зимой, а главное, она очень комфортная, удобно сидит на голове. Все, продолжаем. У меня на очереди вот такой вот рюкзак, и этот рюкзак я заказала по рекомендации. Мне многие скидывали на него ссылки и говорили, Катя, пожалуйста, закажи, проверь, посмотри, и вот, пожалуйста, заказываю. И да, если вы хотите что-то проверить, чтобы я заказала, то обязательно оставляйте в комментариях под этим видео ссылочки, и будем смотреть и заказывать. Вот такой вот рюкзак, к нам я приехал, он достаточно классической формы, он очень удобный за счет того, что открывается вот здесь вот спереди, и у вас сразу есть доступ к большому карману. Молния работает отлично, внутри, как видите, он достаточно вместительный, и единственное, что меня смущало, и насчет чего я переживала, это насчет вот этой вот аппликации. Ну, знаете, да, может выполнено быть не очень или некачественно, нет. Здесь сделано просто шикарно, здесь есть вот такая вот стрекоза, она выполнена в виде бусинок, страз, каких-то таких объемных кожаных элементов, в общем, классная, интересная вышивка. На молнии есть вот такое вот интересное перышко в виде брелочка, чтобы застегивать саму сумку. Лямки регулируются с двух сторон, и благодаря вот этой вот аппликации он, конечно же, выглядит очень ярко, но за счет того, что он черный, классический, вы можете комбинировать его с абсолютно любыми аутфитами, составлять с ним огромное количество луков, потому что действительно классический рюкзак, он всегда и ко всему подходит. Вот, так что берите себе на заметку, интересный рюкзак, девчонки, кто просил, чтобы проверила, проверила, классно, надо брать. Поехали дальше. Ну, а сейчас мы переходим к одежде, и она, к сожалению, не вместится в кадр, поэтому я покажу вам образы, которые я составила с новым брендом, с которым я сейчас начала сотрудничество, он называется Taliver. У них очень интересная и прикольная одежда, они мне прислали несколько вариантов своих самых ходовых позиций на обзор, и сейчас мы с вами вместе их протестим, я сделаю с ними луки, ну и мы вместе посмотрим, насколько интересный и качественный этот бренд. Давайте смотреть, что приехало. И хочу начать вот с этой вот косухи, такого нестандартного цвета лиловый металлик. Как вы знаете, в этом сезоне металлик, он супер популярный. А весной 2018 года к металлику, как к основному цвету, можно добавлять еще различные цвета. Красный металлик, желтый металлик, зеленый металлик, в общем, все цвета радуги, главное, чтобы это был металлик. Это важно. Что касается самой куртки, это классическая косуха, которая застегивается на металлическую молнию. Сбоку располагается карман, и главное, что этот карман очень удобный. Ворот выполнен в классическом стиле. Сама по себе куртка, конечно же, это кожзам, но кожзам достаточно неплохого качества. То есть он мягкий, он не имеет никакого запаха. Размер я заказала себе S, и он мне подошел отлично. Я не скажу, что эта куртка удлиненная, но и не скажу, что она супер короткая. Она такой классической стандартной длины. Продолжаем. Для меня зима уже фактически прошла. Так как вещи с Алиэкспресс едут к нам 2-3 недели, а иногда и месяц, то сейчас уже где-то к концу января надо плавно начинать готовиться к весне. Вам. Ну а мне уже пора показывать вам какие-то интересные вещи для весны. И вот в этом же магазине мне понравился вот такой вот плащ. Мне они его тоже прислали на обзор. Это классический тренч, который в этом сезоне тоже очень популярный. Единственное, что я заказала его в черном цвете, а популярен сейчас цвет хаки, либо такой песочный цвет. Единственное, наверное, что меня немножко смущает, немножко, это вот эта вот подкладка. Я бы, наверное, хотела, чтобы она была однотонная, либо какая-то яркая. Но у продавца она выполнена вот в таком вот интересном рисунке, в графическом рисунке, под старину, под ретро такое. Ну, также хочу обратить ваше внимание, я, кстати, сразу это не заметила и только увидела, когда ко мне пришел непосредственно этот тренч. Здесь по бокам идут вот такие вот рюшечки. Сначала они меня немножко смутили, но потом я их рассмотрела, померила и поняла, что нет, все шикарно, все хорошо. Они меня не смущают и модель сама по себе смотрится оригинально и интересно. Продолжаем. Ну что ж, и заканчиваю с магазином Тавалер вот этой вот блузкой. Эта блузка пришла вообще ко мне бонусом, я даже не видела, что мне ее прислали, но решила тоже ее показать, потому что, ну, это немного не мой стиль, но у вас же тоже у всех разный стиль. И, возможно, кому-то такие блузки понравятся и кому-то они нужны. Она достаточно классическая, у нее рукава сделаны валанами, немного со сборочкой. Ворот идет под горло и с обратной стороны застегивается на вот такие вот маленькие совсем пуговки. Интересная, прикольная, качественная блузка. Если вы любите такой более строгий стиль, то, мне кажется, это отличный вариант. Продолжаем. Вы знаете, я безумно люблю, когда вам присылают какую-то посылку и продавец вкладывает какое-нибудь еще письмо. Мне кажется, это такая персонализация. И вот та бижутерия, которую я заказала. Смотрите, какие красивые коробочки. И вообще этот бренд, он называется Bella Bank, он славится интересным оформлением всей бижутерии. То есть, если вы будете у них заказывать, то вам тоже придет бижутерия вот в таких вот красиво оформленных коробочках. Ну и давайте смотреть, что ко мне приехало. Итак, я заказала себе вот такое вот прекрасное колечко в виде капельки. Кольцо я заказала в размере 5,5. Оно мне подошло идеально. И в магазине у продавца есть более детальная таблица. Можете сравниться по размерам. Уверена, вы разберетесь и быстро подберете себе размер. И вот непосредственно само колечко. И вот как оно выглядит на руке. Очень красиво, лаконично, сдержанно. Ну, то есть, под какое-то платье. Конечно, наверное, это не повседневный вариант. Хотя, почему и нет. Мне кажется, можно и каждый день носить. Сияет, когда на него попадает свет. Смотрите. Ух. В общем, у меня есть теперь новое красивое колечко. Продолжаем. И здесь у меня вот такая вот красивая подвеска. И эту подвеску я заказала специально под свой браслетик. Я была недавно в Америке, вы знаете, постила там вам всякие stories интересные. И купила там, у них есть очень прикольный бренд, не помню, как он называется, но не важно. В общем, я купила себе вот такую вот подвеску из серебра с деревом. И у них не было кулона такого же. Я хотела себе тоже подвеску, поэтому я нашла сразу прямо оттуда. Зашла себе на Алиэкспресс, похожая. И сразу заказала. Вот такое вот деревце. Тоже серебро, 925-й пробой. Переходим к коробочкам побольше. И здесь у меня вот такой вот браслетик. На нем изображена сова с красными глазами. Глаза выполнены в виде камушков. И этот браслетик я заказала Кате. Катя это сестра моего мужа. Она помогает мне со съемками. Сидит сейчас с обратной стороны, смеется и тихо радуется. Так что у Катюхи теперь будет новый браслет. Это тоже серебро, 925-й пробой. Он регулируется по длине. Здесь есть такая вот цепочечка. И вы можете под любой размер руки настроить. Очень прикольный, милый, лаконичный браслетик. У нас с Катей сейчас фетиш по браслетикам на руки. Мы их собираем, коллекционируем. Вот новое пополнение в коллекцию. Так, с собой закончили. Давайте смотреть еще одну коробочку. Последняя коробочка. И вуаля! Еще один браслетик. Этот браслетик мне. Мне. А здесь очень интересный дизайн. Смотрите, здесь камушки есть, но они все как бы запечатаны в серебро. Единственное, что, наверное, меня немножко смущают вот эти вот длинные кончики, но привыкну, привыкну. И вот как, собственно, браслет смотрится на руке. Мне кажется, классно. Со всеми моими браслетами он достаточно интересно сочетается. И я пополняю свою коллекцию. Продолжаем. А вот сейчас будет кое-что неожиданное, совсем новое в моих распаковках. Я знаю, что у меня среди подписчиц есть огромное количество творческих людей. И у многих есть свои какие-то маленькие бизнесы, кто-то что-то производит, мастерит. И я на самом деле очень хочу вам помогать развиваться, очень хочу помогать вам расти, и чтобы вас узнавало как можно больше людей. И вот у меня есть две подписчицы, которые делают прекрасные просто вещи. Одна делает пижамки, другая делает безумно красивые цветы, ручной работы, шелка. И я решила вставить то, что они мне прислали в своей распаковке, потому что девчонки действительно молодцы, они стараются. И я очень надеюсь, что вам понравится то, что они делают. Я оставлю ссылочки на их магазины под этим видео. Это абсолютно не реклама, просто хочу помогать своим подписчикам тоже развиваться. И показать вам, что они мне прислали. И, наверное, начну с цветов. Лера сделала для меня персонально, для одного из моих проектов, безумно красивые цветы. Смотрите, это вот такие вот разные ободочки. Это шелковые цветы. Лера делает их сама, вручную, индивидуально под заказ. И эта история просто идеальная. Если вам нужно, например, ну если у вас свадьба, или вы подружка невесты, или вы хотите сделать какой-то оригинальный подарок девчонкам, кто ценит, ну, хендмейт. Да, то есть иногда бывает такое, что ты не знаешь, что подарить другу или подруге, у которого все есть. Вот закажите такой вот нестандартный оригинальный подарок. Я уверена, человек не останется равнодушным. Вообще, Лера мне сделала вот такие вот красивые ободочки. Еще прислала вот такие вот заколочки в виде белых роз. Боже, как это все красиво сделано. Я не знаю, Лер, как ты это делаешь, но это просто безумно-безумно красиво. И вот такие вот еще минималистичные веточки, которые крепятся вот таким вот образом на волосы. И тоже, знаете, это идеальная история для, мне кажется, подружек невесты. Да и для самого невесты. В общем, вот. Девчонки, имейте в виду, пожалуйста, Леру, ее прекрасную страничку в Инстаграм. Прям прямиком к ней. Уверена, она вам чего-нибудь смастерит очень красивое. Ну, а вторая моя подписчица, у нее в Инстаграме есть магазин, который называется Пижамка Шоп. И она делает вот такие вот замечательные, милые пижамки. Вы можете заказать их как для себя, так и для подруги, для ребенка. В общем, она сошьет вам с радостью на заказ. У нее есть очень много разных прикольных дизайнов. Вы можете посмотреть, тоже ссылочку оставлю под этим видео. И они действительно очень милые, забавные. Они выполнены из натурального хлопка, очень приятные, нежные. Сшиты очень качественно, никаких претензий у меня к качеству нет. Здесь резиночка. Вот мне прислали вот такой вот прекрасный набор. Он мне, правда, оказался, к сожалению, мал. Прям совсем думали, что я такая миниатюрная. Нет, я немножко больше. Он состоит из вот таких вот трусиков и вот такого вот топа. И в таком прекрасном наборчике вы можете спать и видеть какие-то прекрасные розовые сны. В общем, девчонки, берите на заметку себе этот магазин. Давайте поддерживать российских производителей, наших отечественных. Но если вы тоже креативная личность, и которая есть какой-то свой бизнес, или вы шьете, творите, то обязательно пишите на мой e-mail. Я оставляю его под видео. Мы с вами посмотрим, обсудим, и я покажу ваши товары в своих следующих видео. Продолжаем. Ну, а продолжаем мы с пуховиками. Я заказала еще два пуховика в магазине Moff Joff. Я уже заказывала в этом магазине. В этот раз мне нужно было заказать пуховик своей няни, потому что зима пришла, а у нее пуховика нет. Ну что ж, два абсолютно разных пуховика. Давайте посмотрим на них поближе. Один вот такой вот камуфляжной расцветки для моей няни. Она захотела тоже чего-то яркого. Ну что хочу сказать. Это очень классический пуховик, у которого есть огромные молнии в виде карманов. Я не знаю, зачем такие огромные карманы, но выглядит это прикольно. Капюшон у него уйдет достаточно большой, то есть можно в нем прямо укрыться. Но хочу сразу заметить, что, конечно же, пуховик не супер теплый, то есть минус 20 он не выдержит. Внутри у этого пуховика есть очень яркая подкладка. Что-то мне напоминает эти яркие буквы. Не будем говорить, что. И здесь очень интересно сделаны молнии на самих карманах. Они такие достаточно массивные. Переходим ко второму пуховику. Ну а этот безумный металлический пуховик, я уверена, что вы видели на Алиэкспресс. Они там сейчас очень популярны. И вот в этом пуховике вас точно вечером на дороге заметят. Потому что он отражает все. Даже, в принципе, можно себя в нем увидеть при большом желании. У него внутри идет очень яркая безумная подкладка цвета фуксии. Сама молния тоже идет ярко-ярко-розового цвета. И на карманах молния тоже ярко-розовая. Внутри идет синтепон с прострочкой. Замок работает отлично. Рукава не короткие. Сам по себе пуховик прямой. И в комплекте к этому пуховику шел вот такой вот шикарный розовый с черным мехом. Он очень качественно сделан. И самое главное, что он прям такой, знаете, набитый. Прямо не стыдно показать. То есть такой, знаете, оптимальный пуховик и для машины, и для прогулок универсал. Ну раз уж про зиму, тогда надо рассказать и про шапки. Если вы помните, в одной из своих прямых трансляций я показывала вот эту вот шапку. И все меня отговаривали и говорили, Катя, не покупай эту шапку. Это порнография, это трэш. Но я все равно купила. И знаете, я ни капельки не жалею, потому что это просто супер шапка. Я не думала, что вот эта вот брошка в виде вот такой вот мини-люстры, она будет настолько качественно сделана. То есть она действительно очень-очень крутая. Это брошка, да, вы можете легко ее отстегнуть, и у вас будет просто банальная черная шапка. А брошку можете использовать в других шапках. Но мне очень нравится это сочетание, и мне нравится, что вот эта вот весюлечка, она у вас прям идет, знаете, чуть-чуть сползает на лоб. Это выглядит, знаете, как индийская женщина. Причем, знаете, что самое интересное? Как только я опубликовала лук с этой шапкой в своем инстаграме, моментально я получила очень много сообщений в директ с просьбой прислать ссылку на эту шапку. Видите? То есть когда мы видим какую-то вещь просто вот в таком вот виде, она нам не очень нравится. Но как только мы ее обыгрываем в каком-то наряде или в каком-то образе, она начинает выглядеть иначе. Так что имейте в виду. Обычная шапка, абсолютно классическая, черная, тянется. То есть я думаю, что вы можете отдельно купить вот такую вот шапку, отдельно купить брошку и сделать такую же шапку. Но не вижу смысла заморачиваться, потому что шапка стоит недорого. И брошка. Брошка идет с центральным большим кристаллом. И здесь еще много-много разных вот таких вот кристалликов. Брошка, как я и говорила, сделана великолепно, вообще никаких претензий к качеству нет. Классная шапка, я ее люблю. Один из моих фаворитов 2017 года. И здесь же, не отходя от кассы, показываю вам еще и кепку. Эта кепка тоже из прямой трансляции. И на самом деле в ней вот абсолютно нет ничего нового, либо такого оригинального, только вот эта надпись стиль. Я не знаю, почему я захотела купить эту кепку. Мне она показалась очень минималистичной, мне понравилась эта надпись. Она сделана обычно. Базовая кепка, на которой сделали вышивку. Я думаю, что если вы поговорите с продавцом, вы можете сделать здесь любую, абсолютно любую вышивку. Но мне понравился вот этот вариант. Так что у меня теперь есть крутая шапка, крутая кепка. Ну а вам, если нравится, то ссылочки все, как обычно, под видео. А мы продолжаем. А продолжаем мы вот с этой вот красотой. Раз уж мы говорим про прямые трансляции, которые я давно не проводила, надо бы возобновить. Если вы досмотрели видео уже до этого момента, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях под этим видео, хотите ли вы, чтобы я снова вернула прямые трансляции. И вот это вот ожерелье я заказала на 11.11. Вот оно недавно приехало, и я сразу вам его показываю. Супер крутая вещь. Это чокер в виде вот таких вот кристаллов ярких. Я давно себе хотела нечто похожее, но меня привлекла именно эта модель, потому что она показалась мне наиболее, такой, знаете, гармоничной. Вы можете носить ее, конечно же, как и с вечерними платьями, под какие-то классические наряды, но и также с базовыми футболками, комбинируя стили. Мне кажется, это интересное решение. Видите, я сейчас сижу в футболке, в шляпе и с этим чокером, и мне кажется, это выглядит, ну, достаточно оригинально и нестандартно. Так что, если вам нравится вот это решение, если вам нравятся такие вот украшения, то обратите внимание именно на вот этот вот чокер. Посмотрите, у продавца там есть много разных интересных вариантов, и стоит он совсем, кстати, недорого. Сам по себе по качеству отличный чокер, никаких претензий нету, ничего не давит, регулируется с обратной стороны. В общем, классный, классный чокер у меня есть. Продолжаем. Сегодня очень разносторонняя распаковка, и сейчас хочу показать вам вот такие вот чехлы на подушке, которые я заказала. У меня здесь их 5 штук, они все разные, и они все в такой киношной истории, вот с камерами, потом с ретро-камерами, с большими объективами, вот с такой камерой и вот с разными такими вот словами. Я уже не первый раз заказываю чехлы на подушке на Алиэкспресс. В прошлый раз заказывала в очень зеленой такой летней тематике, а сейчас решила немножко украсить свое рабочее пространство вот такими вот подушками в тематике кино, потому что я это очень люблю, и теперь у меня есть крутые подушки. Все то же самое, я заказывала их в том же самом магазине. Принт у всех подушек очень яркий, можете не переживать, они не блеклые, точно такие же, как на картинке. Один вот такой вот чехол стоит у продавца в районе 200 рублей, это оптимальная цена. По материалам это лен плюс хлопок, и размер у них 45 на 45 сантиметров. Сбоку застегивается на молнию. Ну что ж, на этом основная часть моей распаковки про взрослые вещи заканчивается. Я перехожу к детским вещам, и хочу попрощаться с теми, для кого эта тема не актуальна. Девчонки, увидимся с вами совсем скоро, в моем новом видео, будет еще новогоднее обязательно видео. Ну а мы переходим к товарам для малышей. И начну, наверное, с игрушек. Я в последнее время стала заказывать марку очень много игрушек, либо там техники для приготовления еды, в магазине Алиэкспресс раздел Тимол. Я думаю, что вы многие слышали про него. Это доставка непосредственно из Москвы, из России, со складов, которые есть здесь у Алиэкспресс. Занимает доставка в среднем 2-3 дня. Мне вообще доставили буквально на следующий день после заказа. Но по России, имейте в виду, до 5 дней доставка. Это очень интересная такая большая автомобильная трасса. Наверное, так это называется. Вообще, мы немножко погеморролились, если честно, со сборкой вот этой вот истории. Оно идет в таком вот прикольном кейсе. Вы его открываете, и дальше начинаете с ребенком, с вашим заморачиваться и строить вот эту вот стоянку, тире парковку, тире трассу. Даже не знаю, как правильно это назвать. В общем, мы сидели все дружно и ее собирали. Очень интересная игра, и так как мой сын Марк, он просто обожает машинки. Прям здесь такой настоящий мальчик. Он, конечно, фанатит от нее сейчас, катает тут, играет всячески. Но имейте в виду, что эту конструкцию, если у вас активный ребенок, такой же, как и мой, то он ее быстро разнесет. То есть, Марк ее прямо разбирает, затем опять пытается собрать. У него, конечно, не очень получается, поэтому мы ему помогаем. Тимул выставляет быстро, поэтому можете заказать как подарок на Новый год. Уверена, ребенок будет в восторге. Хух, вроде все рассказала. Теперь про одежду. И все, что я вам сейчас покажу, я заказала в одном магазине. И все это связано с головными уборами, с шарфиками. Потому что я, мало того, что сама тут наряжаюсь, очень люблю делать луки. Для Марка я тоже еще люблю составлять интересные образы. И вот сейчас, к весне, заказала ему вот такую вот шляпу. Понимаете, да? Двухлетний парень в шляпе. Огонь. Он сейчас не очень понимает. Она его бесит. Он ее всячески убирает, сдирает за головы. Но я уверена, сейчас он подрастет и поймет все преимущества всяких головных уборов. В общем, вот такая вот шляпка. Конечно же, это не зимний вариант, а весенний-осенний. Очень имиджевый. То есть, там, для фотосессии или выйти куда-то в парк погулять. Выполнена из шерсти. С обратной стороны есть вот такая вот подкладочка специальная. И вот такие вот ленточки, чтобы утягивать. То есть, если, допустим, вашему малышу она большая, то вы можете потянуть за эти ленточки, завязать, и она сядет ему прямо по форме головы. Я не остановилась на одной шляпе, поэтому решила заказать ему еще вот такую вот смешную кепку. Тоже не зимний вариант, а на более теплую погоду. С пумпоном искусственным. Здесь она регулируется с обратной стороны. И здесь такая вот нашивка идет бой и абсолютно прямой козырек. Марк обожает кепки. Вот шляпами он не проникся, а кепки он очень любит. Поэтому, как только наступит весна, мы с ним прям будем делать вам луки, образы вот с этой вот прекрасной кепкой. И заканчиваю про детские вещи вот такими вот двумя шарфиками. Я тоже очень люблю интересные шарфики. Детских шарфов вообще какой-то квест найти в детских магазинах. Поэтому Алиэкспресс нам в помощь. Я Марку заказала вот такой вот шарфик. Он оптимальной длины для ребенка. Небольшой, немаленький. Вот такой вот смешной желтый шарфик с помпушками такого горчичного цвета. Марка очень идет этот цвет. И на концах, видите, здесь он вот так вот закруглен. И вот такие вот будут болтаться, короче, два пумпончика. Сами по себе они отлично сделаны. Качество очень хорошее, мягкие, приятные. И главное, что когда они пришли, они были в очень красивой упаковке. Конечно же, которую я сразу открыла. Не успела вам ее даже показать. Но на подарок тоже можете смело покупать. Они круто упакованы. Марк теперь у меня будет модничать весной. Ходить в красивых шарфиках. Ну а я вот на такой вот приятной теплой ноте буду, наверное, заканчивать это видео. Ребята, это последняя распаковка в 2017 году. Но в 2018 вас ждет огромное количество новых проектов. Очень крутых вещей с Алиэкспресс. И вообще, я столько всего напридумывала, что смотреть не пересмотреть. Ну что ж, я поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Пускай все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, сбудется прямо в январе, чтобы не ждать целый год. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что были со мной этот год. Он был запоминающимся, ярким, необычным. В общем, для меня это год прям особенный. Спасибо вам за все. Я вас всех очень люблю. Увидимся совсем скоро в моих новых видео в 2018 году. Пока-пока. Еще бокал сампанского не хватает сейчас, но не будем пить в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok